ты наверно меня уже увидела в зеркале привет привет а ты не общаешься принцип с людьми но ты же улыбаешься девушка девушка здравствуйте привет а в мама дочка и так понимаю что нет она может на секундочку ну сторонку просто понравилась девушка вы не против да я понимаю я ненадолго но я так не могу при маме я стесняюсь может и маме ну действительно я прям сторонку мам не переживайте все нормально быть или подруга тети я не знаю кто тети ну что-то есть похоже кстати родственники я кстати на свою тете вообще не похож ну ладно то есть не буду слекать вам всего хорошего слушай про видно у тебя хорошее настроение проведу тебя хорошее настроение ты идешь прямо и свечись от счастья а ты собеседа не идешь ну как удача да ладно расскажи то есть что такое в общем тебе понравилось или было странно нет я понял да да понял тему ну надо когда он за не приходишь комфортно такой наш офисы по-другому себя чувствуешь намного лучше а что за должность что ты мне кажется он закончил университет хорошо выглядишь просто хоть тебе подошел ты улыбалась и вообще просто погода хорошая да наконец-то я прошла только было дни рождения я до сих пор какой-то такой ужально немножко мне прогрессил на душе просто гуляю по старому арбату по-новому ну я желаю что мы собеседу тебя все было хорошо а как ты зовут дима да у тебя очень сухие руки нежные сухие много крема может для какого-то помазала да да ну просто не плююсь я знаю сухие ходить мы легкие нам столько ну там видно прям по летнему это хорошо мне жарко кстати жарко? ну я сильно люблю ну он такой плотный да мне тоже было бы наверное жарко хорошо а сколько тебе лет? 20 прекрасно прекрасно самый лучший возраст наверно кстати говоря что мужчины которые в 30 лет они женщины на 22-летних я считаю это самый хороший возраст но у меня не 22 ой не 40 не 30 просто мне прикинь бывает что дают 27 лет а сколько на самом деле? ну как думаешь? вообще не бесплатно что ты мой родитель? почти мне вчера был 21 исполнился да я знаю слушай такое дело как насчет того что попить как-нибудь чаю? да попьем чай на этих выходных начать могу обещать потому что есть а я понимаю да ты мега занятой человек офисы там не знаю понимаю но какое то по любому же есть время там свободное часа полтора на эти выходных? на эти выходных? слушай я бы с удовольствием на этих выходных я так сказать сейчас подожди ну а подожди сейчас здесь постоим потом ты пойдешь смотри на эти выходных я не могу я так сказать уезжаю на хорошую такую вещь потом тебе расскажу вот там на тренинг ходил вообще давай с того как в неделе встретимся следующий давай сейчас подожди я говорю не обещали неделю а подожди а какие у тебя планы? а время мало я понимаю потому что ты еще работаешь сейчас а ты работаешь сама сейчас? я сейчас не работаю ну ну еще работаю я понимаю ну смотри ты же еще работаю где-то в центре я понимаю да ну то есть я сам где-то в центре постоянно кручусь хорошо то есть можете звонить где-нибудь здесь кольф попить днем хотя бы ладно давай сейчас номер 168 я тебе дозвон кину мало ли ты незнакомого не наберешь тогда я наберу тебе в воскресенье как приеду я просто на три дня отключаю телефон вот и там мы с тобой решим все да ну так давай подожди надо еще прощаться тебе счастливо пока пока здрасте я так рад что кто-то читает книги в наше время спасибо это действительно круто спасибо я прям офигел твоего роста да ты невероятно высокая я же сошла да прям видно по ногам ноги как ноги а какой рост просто интересный 82 прекрасно у меня 187 это даже без каблуков да? я да чума просто офигеть спасибо большое у меня папа 2 метра папа 2 метра да а я выше мама папа я говорят в прайду пошел прайд был тоже где-то по метр 90 ну я сам 187 мы с тобой кстати смотрелись по росту а вот я слышал кстати такой прикол что ну так сказать девушки вот любят высоких парня а вот низких когда вот некомфортно какой бы он не было у меня друг короче метр семьдесят пять и он прям не может высоких девушек прям я не могу мне за них жалко они им некомфортно говорит со мной они не делали да у меня нет такого практически ниже чем я да ну у тебя мне кажется такая ты модель какая-нибудь у тебя такая интересная штучка модель модель в каком клубе были? я? да если расскажу ладно потом давай расскажи ну ладно это не клуб это как тебе сказать такая ой лучше потом расскажу техно бар ну что-то такое там люди танцуют нереально техно наверное техно какой-нибудь наверное а сколько лет ты такая молодая я молодая очень а сколько даже вам? я не знаю мне кажется детское лицо вот лет семнадцать семнадцать? ну офигенный рост до семнадцати надеюсь ты дальше будешь расти? нет не буду все я уже не раз в 100 год а как фотки не знаю какой там стиль фоткаюсь фоткаешь да ну я модель не знаю во всех стилях я обнаженки обнаженки я понял а я тоже хочу быть моделем я просто знаешь как я похудел сильно я раньше 90 кг сейчас вешу ну где-то семьдесят пять восемь да и то есть ну говорят тип можно фоткаться я же высокий нормальный такой рост да меня возьмут возьмут как здорово а ты прям такая общительная я общительная да ну что делаешь просто боишь когда вот общаешь с такими девушками там я модель там ну действительно такой пафос прям ну модели что нет на что обнадоваться просто повезло со внешностью повезло с ростом это за словами моя природа матушка у тебя интересные очки такие а какой подожди какой-то цвет такой матовый да красно-матовый нет они для зрения очень просто ааа ну я бы не сказал что зрения ну такие интересные а что читаешь кстати я читаю на пропуске моржи как на пропуске моржи на пропуске знакомые названия ну я не такую обычно читаю классику я только начала читать классику я только начала это книга читать я не могу не сказать о ней я тебя понял вот хорошо помимо того что модель чем ты сейчас занимаешься учусь учусь в школе наверное нет не в школе прекрасно что за прошлом году учусь бизнес колледжа на бизнес гостиной туристических ааа учишь там на себя было интересно вообще учить я на заочке учусь поэтому я не знаю учить там ха 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 я понял в следующем году буду поступать в институт и буду учиться на очередь как у себя ну круто радость тебя честно спасибо хорошо не знаю ты только по москве или куда-нибудь еще ездишь по мере я езжу в нью-йорке работаю в париже работаю круто я так хочу в нью-йорке ты бы узнала очень красиво да вот это как это называется где биржи то проходит еще блин вот раньше тем увлекался сейчас забыл брокерство уолл стрит да я очень хочу на уолл стрит вот этот бык стоит это как это биржа быка поднятие вверх раньше не могли бы читать эту тему но я понял ну это круто действительно думаю я хочу тоже в нью-йорке клево если ты любишь такой образ жизни быстрый не знаю я когда приехала в нью-йорке я поняла то что Мосва просто спит в сравнении с нью-йорком да ладно ты в три часа ночи можешь достать все что угодно не знаю абсолютно все и это будет быстро где бы ты ни находился на Манхэттеле или группыня а вот кстати вот говорят наоборот что якобы у нас в москве движовый город в том что у нас клубы ночные а у них такого нету в нью-йорке такого нету в нью-йорке там клубы в 2 часа ночи закрываются и что вот с ума сошел в нью-йорке клуб до 7-6 утра клубы намного ну они во-первых меньше нежели в россии то есть они действительно меньше но они круче туда приезжает Джастин Бибер но он приезжает не не выступать он приезжает просто потусить вот он с тобой за одним столом сидит что там еще был Брэдли Купер у меня помню все вот эти вот интересные личности которые просто хочется посмотреть и больше не видеть лично у меня хочется просто посмотреть и больше не видеть ну так прикольно увидел да ну понятно ну нет просто плево когда они сидят с тобой за одним столом и да я тебя понял я понял эту тему хороша ты в Москве долго еще? я недели три буду месяц в Москве пока погода хорошая погода отличная да да наконец-то я прям так рад как раз у меня вчера был день рождения и сегодня прекрасно да спасибо 23 вспомнил 21 еще не скажешь? ну нет скажешь ты сейчас бородой меня не видел но я понял что лучше без бороды а то мне за кавказцы принимать ты не кавказец? нет я украинец представляешься? украинец я в Украину еду скоро в Киев да в Минск блин я тоже хочу в Киев вот хорошо я понял тебя что там клево в Украине? в Украине я я не там родился просто у меня Корневича много оттуда так я ну просто фамилия украинская на внешность непонятно кто интересный на внешность какой-нибудь татарин да нет русский мама русская папа русский серьезно? может дедушка там про про дедушку говорят я похожа бы на татарина в этом наверное весь прикол я татарка чуть-чуть чуть-чуть я еврейка чуть-чуть ну просто еврейство она же определяется по маме а мне с папиной стороны поэтому ну тоже круто это круто я тебя понял я не спросил кстати твоего имени меня зовут Дмитрий у тебя кольцы такие прикольные необычные ты куришь? да я куришь офигеть бросай эту гадость я четыре дня как не курю знаешь как я счастливый четыре дня не куришь? я четыре дня не куришь? через два дня закуришь? нет не 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 я не буду курить отвечаю потому что мне так хорошо сейчас легко что? у меня звонят а а алло да а алло 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 тебя не слышно алло кать да да ничего какая гадость запах даже другой я лучше даже встану не могу не быть действительно сигарет не гостю? не не я все табу хорошо мне кстати сейчас просто на работу бежать давай с тобой попьем чай на днях можно понедельник во вторник выходные не могу понедельник во вторник да ты же в Москве будешь да я выходная выходная прекрасно давайте наберут а в воскресенье встретимся 85 85 85 я тебе дозвон кину может не берешь номера блин пипец а можешь встать прям на секунду встать? да мне очень интересно ага слушай ну прям вообще все встал опера прям огонь это здорово ладно пока давай ты счастливо удачные прочитки бросай курить бросай гадись пока всем привет меня зовут Дмитрий Бойко 27 мая состоится масштабный онлайн тренинг записывайся ссылка в описании я буду лично помогать тебе добиваться успеха увидимся увидимся